Всем здравствуйте! С вами опять Александр. Сегодня я хочу вам рассказать о новинке 2016 года от компании Britax. Эта коляска относится к категории всесезонных, таких хороших, надежных, проходимых колясок. Комплектацию мы рассмотрим с вами два в одном. И модель называется Smile 2. Так что давайте изучать. Собственно, вот коляска Britax Smile 2. Давайте я в двух словах о ее технических характеристиках вам расскажу. Она предназначена для детей с рождения до ориентировочно 3-4 лет. И вес ребенка не должен превышать 17 кг. Так что здесь лучше ориентироваться по весу ребенка, чем по его возрасту. Рассмотрим мы с вами сначала комплектацию именно люльку, потому что ей вы начнете позже в первой, а после нее уже покажу вам прогулку. Что касается здесь люльки. Люлька у компании Britax. Их две люльки. Есть люлька от модели Affinity. Она немножечко не похожа на эту. Но здесь мы рассмотрим ее второй вариант, который обычно покупают с моделями Britax BHL, B-Motion. Эта люлька, мне кажется, более предпочтительнее. Поэтому с ней мы и будем с вами рассматривать. Что она из себя представляет? Это люлька. Люлька здесь классической формы. Ничего здесь такого необычного нет. Все строго, ровно. Ткани здесь плотные. Закрыт ребенок очень хорошо. Есть бортик на накидки, на ножки. Достаточно высокий. Вообще, ребенок здесь хорошо защищен. Соответственно, накидочка эта вся легко снимается. Если обратите внимание, здесь видите расцветка очень интересная, яркая. Это дизайнерская расцветка. В этой люльке она снаружи черная. Внутри вот такая вся радостная. Снимается все, как я говорил, просто. Так, это даже девичок. Выглядит внутри люлька простым таким вариантом. Единственное, что здесь есть, чего нет у многих, это вот эти вот ремешочки, которые держат, фиксируют ребенка, чтобы он там не перевернулся, еще что-то. Соответственно, в комплектацию входит матрасик толщиной ориентировочно 3 сантиметра. Он достаточно такой плотный, мягкий. Ребенку будет хорошо. И здесь используется ровное твердое дно. Сейчас единственное, я проверю это дерево, насколько я помню. Да, дно деревянное. Это очень хорошо. Вот, соответственно, здесь есть ручка для транспортировки. Снимается люлька тоже очень просто. Нажали по краям, здесь по бокам есть кнопочки. Все, сняли, понесли. Снизу есть ножички, чтобы поставить снизу. Ну, на пол имеется в виду, чтобы она не пачкалась. Вот, очень удобно. Также здесь можно, в принципе, если лето, хотите, чтобы все проветривалось, вот так отстегивается козырек, капюшончик. Все это, соответственно, обратно на липучечках прикрепить можно. Вот, это что касается люльки. Давайте теперь посмотрим на прогулку. Люльке особо много внимания уделять не нужно, потому что они, в принципе, классические. Все практически одинаковые. Главное, чтобы она была хорошо закрывала. Закрывала ребенка зимой, нигде не поддувала щелей. Соответственно, чтобы было качественной. Здесь все это и есть. Так, смотрим на прогулочный блок. Сразу хочу отметить, что прогулочный блок имеет возможность установки как по ходу движения, так и против ходу движения. Давайте я вам сразу продемонстрирую. Вот, пока ребенок маленький совсем. Где-то с трех месяцев можно уже экспериментировать. Если лето, хорошая погода, можно вложить его в эту прогулку. И развернули на себя, соответственно, прогулочный блок, и вы видите ребенка. Очень удобно это, на самом деле. Все. Теперь рассмотрим всю конструкцию. И шасси, и прогулочный блок. Начну я непосредственно с ручки, потому что ручка – это очень важный момент. Вы всегда за нее держитесь. Она должна быть удобной. Здесь ручка очень удобная, прорезиненная, толстая. Приятный хват. И есть возможность регулировки ручки по углу. Это очень классно. По высоте. Что касается самого прогулочного блока. Здесь, на мой взгляд, он сделан отлично. Потому что он большой, крупный, вместительный, соответственно. Имеется у нас огромный большой козырек. Посмотрите, он ребенка закрывает практически полностью с ногами. Но это достигается благодаря того, что есть дополнительная секция, которую можно, в принципе, и не использовать, если вам не нужно. Вот так мы получаем обычный козырек. Но еще есть вот такая штучка, дополнительная маленькая секция. А если мы еще и раскроем все это дело. Вот, смотрите, какой огромный козырек. Для того, чтобы вы могли следить за ребенком, здесь есть тайное место на замочке. Открываем, здесь москитка, и вы сможете видеть ребенка. Обычно вот это вот окошечко бывает или из москитной сетки, и сверху просто накрыто каким-нибудь таким материалом на липучке или на магнитике. Здесь же компания сделала замочек. Даже вот мелочь, но приятно. Так, что касается самого прогулочного блока. Давайте его изучим более детально. Блок здесь, как я сказал, очень большой. Очень длинный, широкий. Что мне нравится? В плане безопасности, пятиточечный ремень с мягкими накладками на плечевую зону ребенка. Также есть страховочный элемент. Вот этот материал пристегивается к ручке. Соответственно, ребенок не ускользнет, даже когда вы не будете использовать ремни. Очень классно и удобно. Соответственно, так все обтянуто тканью. Сам бампер, он тоже внутри обтянут каким-то таким мягким материалом, чтобы ребенок не ударился об него случайно. И что, на мой взгляд, очень важно в посадке. Часто бывает, что коляска, угол наклона спинки, когда вы хотите полностью посадить ребенка, он недостаточный, он немножко заваленный. Ребенок получается в таком полулежачем положении всегда. Здесь же получаем очень-очень хороший угол. Ребенок нормально сидит, если это нужно. Регулируется все это дело очень-очень просто. Не ремнями, а ручкой, за которые, вот видите, тянем. Все. Так мы опускаем. Поднимаем, просто толкаем. Все. Все три положения. Среднее и два крайних. Да, среднее и два крайних. Вот. Что касается подножки. Подножка здесь тоже, соответственно, есть. Регулируется она тоже классно. Можем так взять. Наклонили. Вот, пожалуйста. Ребенок лежит себе комфортненько, хорошо отдыхает. Закрыт, нигде не дует, ничего. Все здорово. Поэтому зимой это просто обалденно. Все. Что касается прогулочного блока. И то, что он переставляется в обратную сторону, я вам это уже сказал. Что касается шасси. Шасси это огромный плюс этой коляски. Потому что шасси здесь просто какое-то фундаментальное, мощное. Все трубки большие, толстые. Все видно, что на века сделано. Реально шасси тут не придраться. Оно просто мощнейшее. Очень мощные все сварочные элементы. Все реально сделано качественно и надежно. И ничего не люфтит, ничего не скрипит. А сильной стороной этого шасси является ее плавность хода. Она очень мягкая коляска. Здесь установлены амортизаторы. Плюс на передних колесах. Плюс вы еще видите надувные колеса. Все это вместе дает обалденную плавность хода. Смотрите, какой большой ход у подвески. Она реально очень плавная коляска. Поэтому ребенок здесь будет как в С-классе. Ехать плавненько, хорошо. Поэтому брусчатка какая-то там в сельской местности. Ей параллельно. Будет все прекрасно. Это что касается рамы. Все мощно, все здорово, все круто. Тормоз здесь, кнопочка. Индикатор загорается красненький. Коляска становится. Еще раз нажимаем. Не ковыряем обратной стороной, а еще раз нажимаем. Он разблокируется. Едем дальше. Также здесь видите установлены своего рода такие брызговички, как на мотоциклах, велосипедах. Чтобы не ляпала, не летела грязь. Передние колеса, соответственно, тоже можно заблокировать. Если уж совсем нужно что-то преодолеть, такое мощное. Разблокировали. Поехали дальше. Кстати, пока не забыл, сама коляска тоже для ее внешнего вида и размеров не тяжелая. Она весит всего 13 килограмм. Поэтому тяжелая ее очень назвать я не могу при ее характеристиках, соответственно. Что кольца из-за колеса сказал, теперь давайте обратим внимание на багажник. Багажник здесь просто нереальных размеров. Посмотрите. Можно идти в супермаркет за продуктами, не брать с собой тележку. Если вы, конечно, не очень много набираете. Все сюда поместится. Она, корзина выдерживает 7 килограмм веса. Поэтому, ну, круто. Реально круто. Все игрушки, мячики, лопаточки с песочной. Все сюда можно накидать с ребенком при прогулке. Очень-очень удобно. Вот. Давайте я теперь покажу, как она складывается. Вообще, на реверсивных, где можно переставлять прогулочный блок в колясках, я всегда рекомендую блок снять предварительно. Потому что с ним получается не так компактно, как без него. Вот что мы получаем. Сложили. Все. Вот таким образом это происходит. Сработал фиксатор. Закрылась коляска. То бишь, она не разложится. И сверху уже аккуратненько в машине кладем прогулочный блок. И получаем достаточно компактную конструкцию. Все здорово, все круто. Чтобы разложить, фиксатор освобождаем. Вот. Вот, кстати, как выглядит шасси без нее. Очень стильная, интересная конструкция. А главное, такая вот, внушающее доверие. Можно и на роликах ездить с этой коляской. Я думаю, ей нипочем. Вот. Это, в принципе, все, что я хотел вам рассказать по поводу этой коляски. На мой взгляд, офигенная, на самом деле, коляска. Очень крутая. На мой взгляд, лично под мои требования, которые я выдвигаю коляски для своего ребенка. Подытожу, скажу просто свое мнение. Очень хорошая проходимость. Кто ищет коляску на круглый год и зиму, чтобы не мучиться, а спокойно себе ездить, очень отличный вариант. При этом, при всем, отличная плавность хода. Отлично подходит для зимы. Она хорошо закрыта, она не продувается. Она очень подходит в этом плане для зимы. Очень удобно просто при прогулке иметь большой багажник. Это круто. Надувные колеса, плавность хода. Это все реально вот в совокупе. Очень-очень хорошая коляска. Единственное, кому-то, может быть, не очень понравится. Она такая крупноватая достаточно. Но какие-то, может быть, кому-то минус, кому-то нет. Мне лично это не важно. Но она крупная. Поэтому кому нужна хорошая, два в одном, коляска с отличными характеристиками ходовыми и в эксплуатации комфортную. Поэтому стоит реально на нее обратить внимание. И очень важный момент. Она не так дорого стоит по сравнению с ее прямыми одноклассниками, с таким же функционалом и качеством. Очень хорошее соотношение цены-качества. Реально рекомендую. Почитайте, посмотрите и изучите. Коляска стоит реально того, что она стоит. И, кстати, еще в комплектацию с этой коляской входит очень полезная для зимы вещь. Это вот эта накидка на ножки. Она, смотрите, какая глубокая. Она толстая, утепленная. Продувать вообще никак не будет. 100% не промокает. Зимой оцените на все миллион процентов. Одели на ножки. Очень грамотное решение в плане крепления. Ремешок вокруг рамы продели. Внутрь. И такой плотной, хорошей кнопочкой, соответственно, защелкнули. Сейчас. Все. Вот таким образом это выглядит. Поэтому реально будет полезно зимой. Люди ищут их где-то купить отдельно. А тут все в комплектации. Это очень здорово. Вот. Собственно, это все, что я хотел вам рассказать про эту коляску. Если видео было полезным и понравилось вам, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, собственно, всего доброго вам и удачи в вашем выборе. Спасибо. 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 Продолжение следует...